здравствуйте уважаемые зрители сегодня хочу рассказать о самом крупном окружении ходе великой отечественной войны о котором почему-то так мало говорят возможно потому что оно пришлось на май 1945 года а зря после падения берлина 2 мая части немцев начинают капитулировать тогда как группа армии центр чехословакии возглавляемые фельдмаршалом шорнером собиралась стоять до конца и попробовать договориться с англосаксами тем самым сыграв на противоречиях между союзниками группировка фашистов насчитывала до 1 миллиона солдат 2000 танков и тысячи самолетов они были нарушены 6 мая 1945 года когда на сутки раньше запланированного началась пражская наступательная операция с целью освобождения чехословакии и помощи пражскому восстанию обратившемуся на русском языке за помощью советские войска численностью 2 миллиона человек 2000 танков и 3000 самолетов разыгрывали классические каны или проще говоря удар по сходящимся с севера через рудные горы атаковал 1 украинский фронт конева с юга 2 украинский малиновского при поддержке частей 4 украинского еременко практически сразу советские войска вклинились в оборону противника устремившись вперед уже 8 мая 1945 года был освобожден дрезден а танкисты 4 танковой армии на марше разгромили штаб группы армии центр шорны приказывавший держаться до конца бежал переодевшись гражданскую одежду но его войска продолжали биться даже не подозревая о дезертирстве своего фельдмаршала вечером следующего дня пройдя с боями 200 километров передовые части красной армии встретились восточной праге тем самым окружив 900 тысяч немцев и не допустив их отход городу как это планировалось ранее для сравнения под киевом в котел попало 520 тысяч красноармейцев в сталинграде 300 тысяч немцев и их союзников вечером чешская столица была освобождена а передовые части устремились на запад где вскоре вошли во взаимодействие с союзниками с этого момента враг начал сдаваться в плен хотя некоторые подразделения вели бой вплоть до 14 мая 1945 года в надежде прорваться на запад как мы видим котел под прагой стал последнем ходе великой отечественной войны и самым крупным за все ее время при этом окружение было полноценным и осуществлялось без помощи союзников а на этом все подписывайтесь на канал всем крепкого здоровья и до скорых встреч